Я приглашаю заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе к микрофону, пожалуйста. А можно к микрофону? А, микрофон? Да. И я бы хотел вас спросить, вот вы работали первым заместителем генерального прокурора в Грузии, вы тоже отделяли власть от, 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 бизнес от власти... От денег. От денег, да. Как вам это удалось и как вы это сделали? Приветствую. В первую очередь давайте разделим, ну я постараюсь, чтобы обо мне не поснулся политик, потому что я месяц как ушел из радикальной оппозиции, так что я постараюсь найти золотую середину и говорить как прокурор. Давайте отделим власть народа от власти денег. Вот мы долго говорили о недоверии к правоохранительным органам, мы говорили о коррупции, мы говорили о контрабанде, мы говорили, как один правоохранительный институт обвиняет другого о неэффективной работе. Вот они говорили, как эту проблему надо решить. Надо же в конце концов построить наше государство, государственные системы. Все, в конечном итоге, доходит до того, что надо строить правильную государственную систему института, которые не поддаются под влияние олигархов. И никакие законы о деле, и никакие новые ноу-хау для этого не нужны. Для этого нужны правоохранительные институты, для этого нужна параллельная реформа в налоговой, таможенной, прокуратуре, в МВД, в СБУ, чтобы не было каких-то неписанных правил. Должен в Украине, в конце концов, исчезнуть консенсус между коррумпированными структурами. Пока этот консенсус, пока эти неписанные правила существуют между коррумпированной прокуратурой, коррумпированной СБУ или коррумпированной системой МВД, Там всегда есть неписанные правила, что нельзя перепрыгивать через другого слишком высоко. Потому что не надо же быть слишком репрессивным. Но эти грузины нам говорят, что у них виселится в глазах. Про меня часто говорят, что у Давида виселится в глазах, и грузинские методы тут не будут иметь поддержку украинского общества. Мне интересно, почему эти люди, ультралибералы, давайте так скажем, не интересуются, что в глазах у каждого украинца. Может быть, у них виселится, а не у меня. Так что всеми действующими методами, которые и практика, и Запада, и Азии, надо сегодня создавать любыми методами и способами правильные правоохранительные государственные институты. Не коррумпированные, куда не будут люди попадать через кумовство, через открытые конкурсы, через высокие стандарты. Я удивляюсь, кстати, что уже год фактически приехал и уезжал из Украины. И те люди, которые в неправительственных организациях, которые воевали на Майдане, которые очень интересны в молодежи университетах, они до сих пор находятся на тех же позициях, кроме каких-то исключений, кто попали в парламент, например, или каким-то образом сумели все-таки прорваться в госструктуру. Они все еще находятся на своих позициях. Пока мы не откроем двери, в том числе и прокуратуры. И для меня не аргумент, что должен быть опыт, например, 25 лет, 35 лет прокурорской работы, чтобы человек попал в прокуратуру или в МВД и так далее. Будем брать неопытных, но будем брать энтузиазмах и некомпромиссных людей, которые будут бороться против олигархии, создавая правильные государственные институты. Самое главное для меня индикатором успеха будет, если мы будем иметь прокуроров, которые не будут поддаваться влиянию в том числе ни политических кругов, ни олигархических кругов, и которые будут уходить из работы и увольняться на пенсию с ипотечными кредитами. Вот это будет главный индикатор. Прокуратура сегодня поддается, к сожалению, самовлиянию политических кругов, потому что до этого было не писано такое правило, что, ну, чтобы иметь возможность стать, например, областным или районным прокурором, у тебя должно быть хорошее отношение с губернатором, с депутатом, тебе должна быть рекомендация. Вот ко мне часто поступают открытые письма от депутатов, где депутат напрямую пишет, переведите, пожалуйста, этого прокурора с этой должности на другую, или повесите его, или уволите его и так далее. Потому что сами прокуроры, кандидаты к ним приходят. Вот из-за этого, если у прокуратуры и правоохранительной системы не будет своего порядка дня, а чтобы у тебя был свой порядок дня, для этого ты должен доказать обществу, что ты самоочищаешься. Потому я очень хотел бы, чтобы как можно быстро, и мы уже начали работать над этим, мы запустили процесс самоочищения системы. Скажите, а как доказать обществу, что ты самоочищаешься? Да. Как это доказательство проявляется? Например, 25 апреля вступает новая сила в новый закон о прокуратуре. По этому новому закону определенный новый порядок формирования местных прокуратур. То есть районные прокуратуры сливаются, создаются местные прокуратуры. Мы предлагаем, чтобы, например, все местные прокуроры, руководители местных прокуратур набирались через открытый конкурс. Конкурс и любой юрист с квалификацией, со стажем, со специальным навыком, явил возможность туда попадать. Конкурс будет... Они должны все пройти четырехэтапный конкурс. Первый – профессиональный тест, второй – тест по общим знаниям, третий – это заполнение психоматической анкеты, и четвертое – собеседование, где будут участвовать представители неправительственных организаций, прокуратуры, самые эксперты. И все это будет происходить в онлайн-режиме. Будет включена камера, и вся Украина может наблюдать за этим процессом. Вот это для меня реальные изменения, что 70% руководящего звена прокуратуры будет назначаться через такой открытый конкурс. Скажите, пожалуйста, вот ваши коллеги грузинские рассказывали некоторые методы, ну, не борьбы, а договоренностей между властью, политикой и олигархами. Что, в принципе, можно установить то, что один данный олигарх должен вернуть в бюджет и дальше продолжать работать, действовать и зарабатывать. Спасибо за вопрос, но я бы не назвал бы это договоренностью. Это механизм и инструмент социальной справедливости и уголовной справедливости. То есть, вот я задаю вопрос, что для нас важнее? Олигарх, который или богатый преступник, который сидит в тюрьме и имеет счета в швейцарском банке до сих пор миллиарды, или платит большую часть этих миллиардов обратно в госбюджет и уходит с условным сроком, или с двумя годами тюремного заключения, например. Что важнее сегодня для Украины? Вернуть награбленные миллиарды или кого-то... Ну, и даже это не удается пока, к сожалению, чтобы кого-то сажать, чтобы хотя бы какая-то справедливость восторжествовала. Но давайте запустим этот механизм. Мы уже подготовили законопроект, который даст нам возможность, в первую очередь, не выпускать коррупционеров через залог и олигархов там за мизерные какие-то копейки. Уже я внес этот закон. Уже вверху на роде есть. Я рад, что вы поддержите, кстати. Да. Вот я рад, что есть абсолютный консенсус в гражданском обществе и парламенте. Я думаю, что мы это все сумеем и потолкнем. Это раз. Другое, это иметь гибкий механизм для того, что со следствием вот такого плана коррупционеры, олигархи, не олигархи, имели мотивацию в сатуничество. Я не знаю, как относится народ к правоохранительным органам, но 99% в принципе для генерального прокурора это неплохо. Заместительный. Заместительный. Спасибо. Извините, я вас взбервал. Так что тогда Грузии надо было принимать решительные меры. У нас не было времени. У страны весь бюджет государства составлял 300 миллионов долларов в 2003 году. Слава Богу, что у Украины такого дна пока еще нет. Страна все-таки большая, богатая ресурсами, людьми, интеллектом и так далее. Так что мы начали очень бескомпромиссно и вот конкретно заниматься вот этими коррупционными делами. За год, благодаря вот этому инструменту процессуального соглашения, подняв мотивацию сотрудничества, то есть давали показания вышестоящих, зная, что обвиняемые получают в замене. Возвращая вот эти активы в госбюджет, мы вернули миллиард 400 миллионов долларов обратно имущество и денег обратно в государственный бюджет. Вот это сегодня нужно Украине как воздух. Я надеюсь, что все собравшиеся будут нас поддерживать в Верховной Раде на следующей неделе. Спасибо. То есть, процессуальная договоренность, вы сказали? Соглашение. То же самое есть в Украинском процессуальном кодексе, но называется сделка о признании вины. Только ее можно модифицировать и усовершенствовать в этом плане, чтобы были дополнительные рычаги. То есть, вот некий олигарх, в кавычках, да, вот вы с ним ведете беседу. Вы ему говорите, у вас состояние X, значит... Не только олигарх, должностное лицо. Должностное лицо, да? У вас состояние X, половину оно незаконно заработано, половину более-менее, так что ту половину, которая незаконна, возвращаете... Давайте не будем это воспринимать как плату за свободу. Процессуальное соглашение подразумевает компромисс следствия, компромисс обвинения и обвиняемого. То есть, мы предлагаем среднему звену или заместителю министра, например, или руководителю департамента дать показания вышестоящего, освободив его таким образом от ответственности и дойти до конечной и самой высокой точки коррупции. Вот это один из мотиваторов сделки о признании вины и процессуального соглашения. То есть, не обязательно, чтобы там был бизнесмен замешан. Это намного успешнее работает в должностных преступлениях, коррупционных преступлениях. Им очень много вот среднего звена чиновников, которые обычно, ну, давайте так скажем, не существует вертикали коррупции без нескольких ступеней. Надо дойти. Всегда министр напрямую или замминистра или руководитель госпредприятия не берет напрямую взятки. Но это редко происходит. Есть определенные люди, которые этим занимаются вокруг него, да, или родственник, или кум, например, или заместитель и так далее. Надо им предлагать инструмент для мотивации прокурору и следователю облегчить свою работу, чтобы снизить нагрузку на каждого прокурора, чтобы завершать такие дела как можно скорее и достичь максимального результата. У нас, на самом деле, времени не осталось. Украина должна победить, но она не победит, если мы не выстроим правильную правоохранительную систему, не начнем реальную борьбу против коррупции. Вот мы много говорим, что давайте расследуем. Вот все соглашаются, что все дела надо расследовать, но одновременно мы не доверяем следствию, мы не доверяем тем людям, которые этим занимаются. Вот где же логика? Не будем же мы себя обманывать. В первую очередь, чтобы расследовать такие дела и чтобы сажать, надо иметь доверие. Надо самим очищаться и находить правильных людей, которые это сделают. А без этого мы бесконечно будем вот так собираться и говорить о причинах, и говорить о проблемах. И это как-то уже перерастет какой-то анахронизм уже. Андрей Сенченко. Вы знаете, Давид, вы говорите об очень важных вещах, о реформировании правоохранительных органов. Вот при всем уважении к этим вопросам у нас не решаются намного более фундаментальные вещи. Не воссоздается или не создается система правосудия в стране. Потому что все ваши усилия ничем не закончатся, пока будет вот такая гнилая судебная система. Согласен. И год в этом смысле Украина потеряла просто впустую. В идеальном масштабе, конечно же, лучше, когда все правоохранительные органы и их составляющие продвигаются вперед одновременно. Но кто-то хотя бы должен задать тренд. Кто-то должен быть локомотивом. Вот прокуратура сегодня готова стать этим локомотивом, за которым пойдут и суды, и другие правоохранительные органы и так далее. У нас не осталось физически роскоши ждать и терять на это время. Тренд должен задать законодатель, который должен изменять конституцию и создавать нормальную систему правосудия. Хорошо, пожалуйста, господин Песков. Смотрите, все предельно просто, Давид. Вы все правильно говорите и, конечно, то, что вы сказали, очень нравится и мне, и тем, кто вас слушает. Есть ситуация, при которой в Украине невозможно реформировать прокуратуру, не реформировав суд, милицию, службу безопасности, налоговую службу Украины, правоохранительную систему. Я считаю, что наступил тот момент, когда эти все законы о реформировании мы должны проголосовать пакетом и увязать взаимодействие всех этих структур и суда тоже между собой. Почему? Что мы имеем под словом реформирование, что мы имеем в виду? Вы знаете, что советская власть тоже реформировала царский суд. Вы помните, там был суд присяжных, Ленин выступал, революционеров освобождали от ответственности. Советская власть, большевички, реформировала царский суд и сделали суд тройки. Они просто без суда и следствия расстреливали людей. Это реформация? В советское время это считалось реформацией. Что мы хотим? Мы хотим демократизировать процессы, но мы не можем их демократизировать, потому что есть процесс расследования уголовного дела, где подразумевается арест, задержание, лишение свободы, наказание. Это государство, оно должно осуществлять насилие над виновным. Но без суда никакой следователь ничего не может сделать. Поэтому сегодня в стране дисбаланс произошел. Вы пытаетесь из прокуратуры вытащить результат. Милиция себе пытается вытащить результат. Служба безопасности делает свои потуги. Суды сидят и ждут, что над этим всем получится. И так балансируют между этими органами. А реального реформирования всей системы правоохранительной в Украине не происходит. Почему? Потому что начинать надо суда. С той точки, где заканчивается результат работы всей правоохранительной системы. Реформируете суд, и отсюда потом пойдет реформация. Я так думаю. Это мое мнение. Отсюда пойдет реформирование всей системы. Пожалуйста. С удовольствием. В первую очередь, я всегда был практиком. То есть я проработал в парламенте два с половиной года. И еще раз в этом убедился, что принимать правильный закон не означает, что его кто-то будет правильно выполнить. То есть один из самых главных признаков коррумпированности системы, государственных систем, это закон о мании, по-моему. Пишутся бесконечные законы, концепции, но они остаются на бумаге. Нужно найти правильных людей, которые возьмут на себя ответственность и скажут, что я сам начинаю, я сам беру ответственность. Такие люди найдутся, я в этом не сомневаюсь. И в МВД, и в СБУ, и в судах тоже. Потому что эта система, она взаимосвязана. Когда одна ячейка выпадает оттуда, уже у другой системы уже дискомфорт. Если к суде не заносит деньги прокурор, уже судья ведет себя поосторожнее. Если у прокуратуры есть свой порядок дня, что она реально начинает самоочищаться, она реально начинает бороться против коррупции, пока у нас еще есть следствие. И со своих сажает. И, кстати, мы достигли договоренности и создаем службу Генеральной инспекции прокуратуры, которая будет расследовать уголовные дела, совершенные самим прокурором и следователем. Я бы с удовольствием взялся бы за это дело сам, будучи замом, еще, чтобы реально показать украинцам, как надо это делать. Пока система не докажет, что она сажает и наказывает своих, не будет иметь смысла вот так собираться, мне лично конкретно, и делать красивые презентации, встречаться с общественностью и так далее. Так что мы должны с чего-то начиняться. Я с вами абсолютно согласен. Еще раз повторяю, идеально, когда все происходит параллельно, когда политическая элита сплочена, когда и налоговая, и таможенная, но мы должны исходить от той реальности, которая сегодня есть. Я менеджер, у меня задача, у меня нету роскоши подвести украинский народ, грузинский народ, Петра Алексеевича, который рискнул, кстати, назначил грузин, оперся, значит, на нас в каком-то плане, что есть же риск, что ему скажут, что чего ты к нам грузина привел, который ничего не знают, не понимают, и вот не смогли делать в Украине. Мы ими не имеем права расслабляться и должны работать 24 часа, чтобы оправдать вот это доверие украинского народа. Это правда, это большая ответственность. Гарри Кимович, я знаю, что у вас самолет очень рано, и я уже хочу вас отпустить, но вам нравится то, что говорит совместитель генерального прокурора? Остается завидовать. Мне кажется, это еще очень важно, потому что последняя фраза Давида была о том, что действительно украинская власть новая пошла вот такой эксперимент. Вообще так я сразу даже не вспомню, где такое количество иностранцев могло бы приглашено на столь важные посты. Мне кажется, это показывает, в общем, такое определенное понимание того, что вот все троицкие проблемы Украины сегодня, они на самом деле, это проблемы гораздо большие. Это проблемы и бывшего Советского Союза, и не только Украина, а до этого Грузия столкнулась с реваншизмом российским. И это вообще на самом деле проблема такого как бы мирового порядка, которому сегодня угрожают агрессивные действия Путина. И поэтому вот такая кооперация, она кажется, мне кажется, очень-очень важной. Она важна и сегодня, она важна и на будущее. Ну и видно, конечно, опыт людей. Я в Грузию часто ездил, до того, как ей стал править олигарх, кстати. Вот в Грузии точно один олигарх. Вот, и к сожалению, он правит. И мы видим результат, в общем-то, как многие реформы, блестящие реформы во время президентства Михаила Саакашвили, вот той молодой команды, которую он привел, как они фактически сейчас сводятся, сводятся, ну, не на нет, но во всяком случае, конечно, эффект теряется. И то, что эти люди могут здесь, в Украине сегодня этот опыт использовать, ну, это, в общем, с моей точки зрения, это, конечно, большой плюс новой власти, которая на такой эксперимент решилась. Спасибо. Случай. Дарик, Екатерина немцев привозила. Екатерина немцев привозила в Россию. Екатерина сама была немкой, просто так. Поэтому, мне кажется, этот пример не совсем правильный, потому что в то время, на самом деле, монархи, они, они как бы по определению пересекались. Там были разные люди. Ну, ничего. Пожалуйста, я просто, Гарри Кимович, так что мы с вами прощаемся. Спасибо большое, да, просто. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Счастливого пути. Если можно. Я понимаю, что мы очень важную проблему сейчас обсуждаем, это реформирование правоохранительных органов полностью с господином Крискуном согласен, с ныне действующим зампрокурора. Ну, давайте чуть-чуть глубже вот копнем. Оно же, вот политическое устройство, да, вот все эти институции, оно же на каком-то фундаменте должно базироваться. И мы должны с вами понять, у нас нету на сегодня фундамента. Давайте правде посмотрим в глаза. У нас, мы на сегодня опять находимся, к сожалению, в плену Конституции 2.004 парламентско-президентской модели. У нас нету ни одной идеологической партии. Вот чем отличается идеологический, условно говоря, блок БФБ. У нас была коммунистическая партия, учи идеологистая, и грабила страну прекрасно. Я вас умоляю, я вас умоляю. Еще раз, я же не хочу, вот мы сейчас, ну, вы сами меня зацепили, сейчас бумеран получите. Сейчас получите бумеран. А вы не замечаете? Не, ну, я просто, ну, это дискуссия. Давайте бумеран сейчас получите. Я не хотел ссориться, учите. Да нет, не хочу. Смотрите. Вот чем отличается в идеологии своей блок Петра Порошенко? Как там, Народный фронт сейчас назвались, да, там, ну, был... Подождите, поговорим, сейчас поговорим. Да поговорим мы порой. Ну, Николай, нет, это просто, это, это просто... Еще раз, давайте говорить о прокуратуре. Зачем здесь стоит гость этот, да, замгенерального прокурора? У меня... Вы хотите о прокуратуре? Уважаемый Николай. Люди, вы хотите знать, что будет прокурор? Николай. Хотите, да? Николай. А с политическими партиями вы разберетесь на выборах. У меня один к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все, что вы правильно сказали. В Грузии реализовала мощная президентская команда. Я несколько раз был в Грузии, когда он был президентом, общался с ним лично, видел, как это происходило. Мощная президентская команда, быстро, оперативно, принимаете жесткие решения, и действительно, вы успели показать результат до следующих выборов, переизбрали, собственно, и еще были в одной каденции. Вот все, о чем вы говорите, все, о чем вы говорите, Станислав, да, пакет законов эти. Кто их проголосует? Какие идеологические партии? Покажите, я очень жду, я очень жду, я надеюсь, что мы сегодня... Так вопрос в чем? Вопрос в чем, что, что еще раз, прекрасно, я знаю ваш кадровый вот этот вот, действительно, попытку полного очищения прокуратуры. Я очень боюсь в одном, что вот этот пакет реформ не будет сразу проголосован. Мы сегодня говорили, нет антикоррупционного бюро, нету назначений, нету антимонопольного комитета год в стране, понимаете? Нету национального регулятора, который регулирует энергетику. Вот это, вот это... Основ государства нету, понимаете? Поэтому я искренне хочу, чтобы у вас и вашей команды что получилось, но у меня есть, к сожалению, сомнения. Спасибо. Мы украинцы подставили грузин, понимаешь? Мы ничего не создали, а вы пришли думать, что здесь что-то есть. Здесь ничего нет. Вы создали прекрасную страну и общество, на самом деле, и грузины. Подождите, ну дайте ответить. В нашей стране два раза поднимался Майдан и свергал тиранов и не давал избираться тем людям, которые набрали меньше на выборах в 2004 году. Поэтому, Святослав, я вас очень прошу, давайте не рассказывать так за всю Украину. Я с удовольствием отвечу. Я скажу, что единственная сила, которая невозможно будет противостоять никому, вот это народ, который сегодня требует неотложных изменений в системе страны и в системе государственных институтов. Это важнее и намного сильнее любой идеологии. Это сила народа, которая неоднократно себя уже проявила и показала в современной истории Украины. Так что мы чувствуем, я лично чувствую это давление, я чувствую эту ответственность перед вами всеми, что это надо очень быстро и очень принципиально все делать. Что надо вырезать и выбросить, давайте будем делать это за максимально краткое время. Николай Катеринчук. Жереб, а все сюда? Во-первых, спасибо огромное, что вы рассказываете наконец-то, что происходит с прокуратурой. Это очень важно и для общества, и для людей, и для бизнеса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, сейчас есть, я уважаю Святослава Пескуна, мы с ним работали, он как генеральный прокурор был самый, я считаю, такой передовой, но сейчас он говорит, не верю. Вот не слушайте его, я вам верю, они вам верят, потому что другого пути нет. Сегодня есть уникальный консенсус между президентом, премьер-министром их команды, другими партиями в парламенте по борьбе с коррупцией. Если этого консенсуса не будет, не будет денег, потому что сейчас мы получаем от международных доноров, и они поставили тот же самый вопрос МВФ, все остальные сказали, ребята, мы вам ни копейки не дадим украсть, проводите эту борьбу с коррупцией. И поверьте мне, что она будет проведена. Опыт Грузии, они тоже набивали шишки, они могут рассказать, сколько они набивали шишки, сколько было правильно, неправильно, были перегибы, но другого пути нет. Нет, конечно. Рора, кума, не кума, баня, не баня. Есть у вас этот запрос? Потому что грузины за нас это все не сделают. И о чем я говорил Пескун, что судебная система, а там же все сидят, ну наши же граждане сидят, мы же грузинов не поставим всех в судебную систему, это правильно. Как мы и будем делать? То же самое, всех убирать на 100%, отодвигать и запускать туда наших детей. Молодежь, студентов, юристов, которые через конкурс пройдут, да, они не будут цены 90% идеальные. Но вы должны требовать это от политиков, от политических партий, чтобы это происходило. И если будете только приходить на Майданы, и там на Майдане гордо, слава Украине кричать, а потом приезжать себе домой в город, село, и сидеть смотреть, как вас обворовывают, ничего не произойдет. Придется, извините, поднимать задницы всей стране и помогать прокуратуре наводить порядок, МВД наводить порядок, президенту, премьеру, если не быть честно, выполнять свою работу. И я верю, что это будет. Никого не слушайте. Страна нормальная, люди здесь нормальные, и демократия, и Украина победит в этой войне. Обязательно. Антон Герасченко, у вас был комментарий, вопрос нет? Я ошибся. Нет. Тогда, 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 Ольга, пожалуйста. Смотрите, вы говорите о том, что, в общем, очень правильные слова, я не услышала одной вещи, я не услышала о зарплате. То есть, вообще-то, правоохранительные органы, это профессия массовая. И вам нужны тысячи людей. Пассионарии в мире не так много, с одной стороны. С другой стороны, пассионарии обычно не любят погонов. Ну, вот такая их природа. Среди моих знакомых, приятелей было довольно много людей, которые в достаточно молодом возрасте, они мечтали изменить страну. Они шли в правоохранительные органы. И уходили они из них достаточно быстро. Почему? Вы, правоохранительные органы на рынке труда, являются конкурентами коммерческих структур. Итак, молодой человек закончил вуз и с горящими глазами пошел. Тут его начальник начинает ему, так сказать, да, варианты разные показывать. Тут жена, которая у него появилась, у него родился ребенок. Он содержит на одну зарплату трех людей, да, по сути. И, в общем-то, ну, есть нечего. И вот у него дилемма оставаться в правоохранительных органах и голодать или идти в коммерцию. Ну, я говорю о людях честных, да, кристально честных. Ну, то есть, если вы платите людям зарплату, на которую невозможно прожить, ну, есть какое-то количество волонтеров. Но полторы тысячи, две с половиной тысячи сегодня, ну, вы извините, да. Но я бы своего мужа, вот честно, я бы ему съела мозг, если бы он пошел в прокуратуру. Я не хочу, чтобы он брал взятки, я не хочу, чтобы он сел. Но я не готова жить с мужем, который приносит домой такие деньги. С удовольствием отвечу на этот вопрос. Кстати, меня удивил тот факт, что в бюджете, в законе о бюджете было заложено максимальное ограничение зарплаты госслужащего, прокурора, судей и так далее, и так далее. То есть, нельзя, чтобы государство само диктовало фактически, посылало сигнал госслужащим, что я не буду вас стимулировать больше, чем вот эта мизерная зарплата, и давайте ищите сами добавку и дополнение к этому. Так что, очень важный вопрос. В первую очередь, не надо политикам и менеджерам, государственным менеджерам бояться выплачивать высокие зарплаты для госчиновников, госслужащих. То есть, одновременно надо иметь очень строгие и понятные механизмы контроля и написанные правила продвижения по служебной лестнице, по служебной карьере. Зарплата – это очень важный компонент, и мы сделаем все возможное, чтобы за счет сокращения прокурорских работников хотя бы на 30-40% начинать увеличение зарплаты прокурора. Хотя бы, чтобы появилась надежда и стимул, и энтузиазм у действующих и новых работников прокуратуры, что мы не катимся назад, а морот, есть перспектива, что двигаясь вперед, если будем правильно работать, если будем возвращать миллиарды долларов в госбюджет и так далее, и так далее. Так что, это раз. Другое – это мотивация, это правильная мотивация. Если прокурор знает, что ему трудно будет продвигаться, кроме исключения, конечно же, через служебную лестницу, не имея родственников, кумовей, политических связей или не платя хабар, взятку кому-нибудь, ну, конечно же, там тоже проблема. Никакая зарплата эту проблему не решит. Так что, параллельно, нужно создавать правильный механизм кадрового роста для прокурора. И третий – это очень серьезный механизм контроля. Это внутренние инспекции, это внутреннее уголовное производство на своих работников, чтобы для тех, которые реально выживали, а не наживались, для тех прокуроров и работников были понятные правила и условия, чтобы они содержали свои семьи, своих детей, своих жен или мужей. И одновременно были понятия для всех, которые наживаются, других, и не захотят работать по новым правилам, что их будут строго наказываться за это. Вот к этому надо подходить комплексно. И очень понятный и хороший вопрос. Я надеюсь, что все эти ограничения в госслужбе, они рано или поздно будут удалены, искорены из законодательства, и мы не будем бояться выплачивать высокие зарплаты только порядочным госслужащим, а не всем, конечно же. Пожалуйста, да. Смотрите, вот поставили Давида, поставили Генеральную прокуратуру в положение, когда они не от хорошей жизни, они вынуждены сократить каждого второго работника прокуратуры. И не потому, что эти люди сегодня работают по 16-15 часов в суд. Каждого второго, Давид? Каждого второго? Нет, скажите. По новому законодательству намечается серьезное изменение. Каждого второго. Подождите. Было 20 тысяч. По новому закону должно быть 1 января следующего года 15 тысяч. Это точная цифра. Хорошо, каждого третьего. Нормально? Нормально. Четвертого. Каждого четвертого. Смотрите, сегодня эти люди работают, сегодня в прокуратуре, ну я же знаю, ребята звонят, приходят на работу в половине девятого, уходят 12 часов ночи, не видят ни семей, ни жен, ни детей. Почему? Поставлены грандиозные задачи, надо бороться с коррупцией, надо сажать бандитов, надо сегодня разобраться с этими делами, которые тысячи навозбуждены. Люди работают. Теперь вы каждого четвертого уберете. Почему? Потому что нет финансирования. Вы же не потому убираете, что вам не нужны люди. Так, Давид? Вам нужны люди по зарез, но вам нечем платить зарплату. Объясните, почему так случилось, что я в 2003 году платил зарплату прокурору района 6,5 тысяч, а вы сегодня, в 2015 году, платите 7,5 тысяч. Как так произошло? Почему не защитили бюджет прокуратуры, парламент? С удовольствием отвечу на ваш вопрос. В первую очередь, я сам считаю, что качество, оно не кроется в цифрах и количестве, и эффект в том числе. В первую очередь, надо понимать, что за уголовная политика сегодня у прокуратуры. В первую очередь, надо перейти на современный метод оценки прокуроров, а не оценивать их цифрами и не заставлять их имитировать ежедневную работу какими-то непонятными показателями и параллельным миром, где мы до сих пор, к сожалению, живем. А вокруг нас абсолютно другое пространство. То есть у прокурора района может быть прекрасная статистика по борьбе против коррупции, им будут довольны нескольких главках, ну как называется, департамент прокуратуры, а народ будет недоволен, потому что ничего в их жизни не меняется. Потому у нас должна быть четкая уголовная политика и современные методы введения уголовного дела и расследования, которые до сих пор, к сожалению, у нас очень устаревшие. И следователь, вместо того, чтобы собирать макулатуру, должен концентрироваться на конкретных результатах. Сколько у него конкретных коррупционных преступлений раскрыто, сколько ущерба возместили в госбюджет или потепевшему в том числе. Стоит ли вообще тратить столько энергии на те дела, которые менее важны и концентрироваться на более важные дела. Вот это комплексный менеджмент. Мы над всем этим работаем. Мы создаем новый департамент по реформам и контролю над качеством прокурорской деятельности, который эти стандарты, так называемые гайдлайны, будет расписывать, чтобы все были понятны. И облегчить, в первую очередь, работу тем прокурорам, которые все еще остались. У них вера в хорошую и сильную прокуратуру, которая будет еще раз иметь свой порядок дня. Спасибо. Василий Гачков, да, сейчас. Пожалуйста. Что, куда вы идете? А зачем? А вы хотите уже снять... Иншутэму, да, якшутся, то... Нет, нет, пожалуйста. Пожалуйста, да. Я хотел только добавить. Святослав Михайлович, вы задали вопрос, почему было при вас 10 лет назад 6,5 тысячам, 7,5 тысячам. Вы знаете, у нас страна сейчас в войне, и каждая пятая грифда государственного бюджета выделена, в том числе я голосовал, коллега голосовал, еще один коллега голосовал за то, чтобы укреплялась оборонная безопасность нашей страны. Для того, чтобы наши солдаты были одеты, обуты, и у них было чем заправить танки, и, может быть, некоторые танки отремонтированы. Поэтому, Святослав Михайлович, в этом году ограничены зарплаты всех, и депутатов, и прокуроров, и судей, и так далее. И когда это было, на заседании Верховной Рады в 4 часа ночи голосовался бюджет, при том, что очень некоторые партии устроили из этого популизм, и заявляли, что они не будут за это голосовать, но хорошо, голоса ухватило. Да, так я хочу сказать, что премьер-минус сказал, это на этот год ограничение. А когда мы победим в этой страшной войне, мы будем повышать зарплаты всем. Артон, вы знаете, если все то, что сэкономили на зарплатах, пошло на оборону нашей страны, то, наверное, общество бы с этим согласилось. А с учетом того, что большая часть из того, что сэкономили на зарплатах учителей, врачей и прокуроров, пошло по карманам коррупционеров, то общество с этим не соглашается. А вы послушайте, что говорил руководитель КРУ неделю назад. Мы сейчас обсудим, как у нас страна, можно выставить голословное обвинение, и потом вся страна будет их две недели обсудить. Можно задать вопрос Давиду? Я не соглашусь, что Николай Гордієнко выдвигал голословное обвинение. Не были голословные. Просто, Савик, насправді, каже, які докази того, что гроши йдуть не на оборону? У нас країна рік воює, а досі переважну більшість забезпечення роблять волонтеры. Это не так. Не так? Не так. Тож цифрами не владеете, вам все равно что говорить. Коллеги, давайте, у нас стоит заміститель генерального прокурора, давайте договорим с ним, пожалуйста. Но стоит заміститель генерального прокурора. Пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что 6,5 тысяч в 2003 году это хорошо, только я вспоминаю прокуроров района города Одессы, которые ездили при этом на Мерседесах и Лексусах. И я вспоминаю, что не стоил Мерседеса в 2003 году 6,5 или даже 65 тысяч гривен. То есть дело не только в зарплате. А есть второй момент, очень важный. Вот это у меня как раз вопрос к Давиду. У нас, к сожалению, коррупция в стране стала одной из национальных идей, если говорить честно. Она пронзила не только верхние слои, она пронзила все слои. И у нас самый большой конкурс в налоговую, ради чего? Самый большой конкурс в школу милиции, ради чего? Но не ради того, чтобы там, как говорила девушка, абсолютно верно, за полторы тысячи гривен рисковать своей жизнью. Коррупция пронзила все. И сегодня, если мы хотим изменить ситуацию, а мы очень хотим, у нас другого пути нет, то нам нужно, во-первых, национальную идею поменять. От национальной идеи коррупции к национальной идее борьбы с коррупцией. Пане Гончаренко, не принижуйте украинскую нацию. Это не национальная идея. Вы своими колорадскими тамбунками, заспокойтесь, не принижуйте украинскую нацию. Ну, пожалуйста, за счет украинской нации. Вы говорили, и на самом деле мы улюбим Грузию, Сокартвелос, Гаумарджос, но мы на самом деле украинцы на многое способны сами, и это очень важно. Нам приятно, что вы приезжаете помогать, но думаю, что основную работу должны сделать мы сами. Так вот, главный вопрос я хочу вам задать. Как вы в Грузии добились смены отношения людей, всего общества? Мы видели один пример, когда арестовывали в прямом эфире на заседании Кабмина. Я думаю, вся страна стоя аплодировала. Не имеет значения для меня даже, чем закончится конкретное дело этого чиновника, которого арестовали на заседании Кабмина. Но каждый чиновник в стране это увидел. И у него в голове это будет здесь всегда, что больше нет неприкасаемых. Это очень правильный шаг. Какие еще шаги вы планируете? В первую очередь, конечно же, нужны четкие примеры. Четкие примеры до конца доведенные дела. То есть я не согласен, что это национальная идея Украины, что коррупция часть жизни украинца, это не вина украинца самого. Это не менталитет, это не передается по наследству. Это просто неправильно выстроенные системы. Если политическая элита договаривается, что сверху их не интересуют деньги, и существует консолидация и консенсус того, что системы надо менять, конечно же, простой народ будет подстраиваться с удовольствием через это. Если не будут требовать взятки за паспорт, если гаишник не будет требовать взятки на каждом углу, если прокурор сам будет честен, если на таможне и на талоговой выстроят такие системы, где физически невозможно и не нужно будет платить взятки, если понизить налоги и улучшится администрирование параллельно, потому что, наоборот, это делать невозможно, если одно не следует за другим, то, конечно же, народ это воспримет с большим энтузиазмом. И Украина – это Европа, это часть Европы, и намного законопослушнее, я, кстати, с вами согласен, чем грузины в этом плане. И украинцы смогут намного быстро и намного эффективнее построить европейскую страну, чем мы смогли. Так что лучше всего ориентироваться на конкретный менеджмент, на конкретные учреждения, открывать эти государственные институты для молодежи, для новых кадров и рисковать, что самое главное. Это не означает то, что все молодые и талантливые люди, которые попадают на высокие должности, все оправдывают. Были случаи, когда много из моих друзей или соратников, или однопартиистов, они не оправдывали. Мы сажали своих депутатов, мы сажали заместителей министров, мы сажали губернаторов, и это все показывали, что у нас нулевая турлинаторность против коррупции. Это надо делать хирургически на каком-то этапе. У нас война. Если мы не победим здесь, в Киеве, в Харькове, в Донецке, во Львове, в каждом министерстве или в областном совете, мы не победим в АТО, и не выставим нашу территориальную целостность. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мы назвали, что вы планируете создать такую инспекцию, которая будет расследовать дела против самих прокуроров. Мы с Андреем Денисенко, представители потерпевшего в деле Гангадзе, если вы слышали о этом деле, и мы писали заявление недавно сравнительно еще к господину Шокину о том, чтобы открыть уголовное производство против высших лиц прокуратуры, которые сейчас там работают, за фальсификацию дела Гангадзе на этапе первого расследования, и также за то, что создавались условия давления на подсудимого Пукача, которого тоже заставляли оговаривать других людей, говорить, кто ему заказывал это убийство. Но, к сожалению, в нарушение 214 статьи КПК не было внесено эти заявления, эти ведомости и не расследовано, и дело фактически заблокировано. Вот как можно добиться теперь, если что? Мы пишем генеральному прокурору, кто же выше, понимаете? То есть мы увидели отказ от расследования. Спасибо за вопрос. Как я понимаю, это дело, я не знаком с деталями, но это дело, дело чести самого Виктора Николаевича, из-за того, что он сам участвовал в расследовании этого дела, я не сомневаюсь, что оно будет доведено до конца. Но он же отказал. Мы написали, расследуйте, и он же отказал. Я не сомневаюсь, что он это дело доведет до конца. Он очень принципиальный человек. Я говорю, генеральный прокурор, понимаешь, уважаемый. А Виктор Николаевич был начальником следствия с моим заместителем. И дело Гангадзе, у нас была лакмусовая бумажка демократических преобразований в стране. Поэтому его раскрыли, и поэтому начали расследовать. Вот такие лакмусовые бумажки 5-6 поставите, и вас зауважают. Поверьте. Спасибо. Владимир Данилюк. Я внимательно слушал, уважаемого заместителя генерального прокурора. Мне хочется очень вам верить. Но что-то меня вот сдерживает, понимаете. Вот вы говорите об открытости, да, как будут менять прокуратуру. Это нелегкий процесс. Мы уже сами приезжали несколько недель в Луцк, представляли уже четвертого за год прокурора в области. До этого никто не знал, не представлял себе, что за человек приедет возглавлять структуру. Разве это правильно? Это первый вопрос. И второй, знаете, мне кажется, что система не работает всех правоохранительных органов, и ваша в том числе. Год назад в возле Луцка разбился самолет Ан-2 с контрабандными сигаретами. Погибло два человека. Все вместе, я не знаю, кто именно, но все вместе вы расследуете, результата нету. В суде дела нету. И вот буквально позавчера еще один самолет в возле Луцка разбился. Опять белорусские сигареты. Опять два трупа. Скажите, результат тот же будет. Мы, опять же, возвращаемся к системному вопросу. Спасибо за вопрос. Мы, опять же, возвращаемся к системным проблемам. Доверять или не доверять правоохранительным органам. Я, например, у меня такое видение, что каждый областной прокурор, который будет назначаться, он должен презентовать свою программу общественности, неправительственным организациям. Не только там старого стиля какие-то там представительства, да, назначения. Он должен конкретно рассказать, какие у него видения в плане коррупции в той области. С чего он начнет? Какие у него соображения, за сколько времени и за какой срок он уже закончит определенный или начнет расследование определенных дел, по крайней мере. На что он будет фокусироваться? Что основная проблема? Без этого, конечно же, я с вами согласен, что все это будет выглядеть искусственно. И не будет общественного доверия. Так что давайте договоримся, что каждый областной прокурор презентовал конкретно общественности уже свои планы по конкретной области и по конкретным делам и направлениям. Я хочу вам еще помочь, чтобы каждый районный и областной прокурор отчитывался перед советами народных депутатов, районных и областных и городских, о проделанной работе за полгода. И совет ему давал оценку и передавал вышестоящему прокурору. Вот это будет интересно. Такое есть. Просто звезды отбываются формально, звезды отбываются в такой способ, что депутаты даже усунуты от того, чтобы задать вопросы. Пришел, от тарабанов и пошел. Это зависит от генеральных прокуроров. Это и зависит от местных... Я депутатов. Я депутатов тоже, я депутатов, я депутатов, которые... Ну можно, можно. Результат. Можно. Я очень хочу верить прокуратуре. Но последний кейс. ВОО Киевского прокурора. Группа «Приват» через фиктивные операции выводит 1,8 млрд. ВОО Киевского прокуратуре. ВОО Киевского прокуратуре. ВОО Киевского прокуратуре. Усиливаю ваше желание что-то менять. Очень простой рецепт. Конкретно вот сегодня журналисты радио «Свободы» разложили по полочкам. Как первый зам фракции президента в парламенте, его компания ведет незаконное строительство в 300 метрах от атомного реактора. Если завтра Генеральная прокуратура не начнет криминальное проваджение по этому факту, то ваши лучшие начинания, ваши самые классные идеи и хорошие реформы не получат доверие общества. Абсолютно с вами согласен. Процесс будет нелегким, я так понимаю, потому что система всегда сопротивляется. Системе не нравится, когда она самоочищается и когда наказывают своих же. Я лично сторонник того, чтобы своих же наказывали очень строго за это, чтобы создавались конкретные примеры, что конкретные случаи, когда кто-то что-то специально не регистрирует, кто-то отложил какое-то дело на полку или забыл, не говоря уже о конкретной взятке, мы наказываем своих же за такие действия. Если мы, конечно же, этого не будем показывать, мы не будем иметь партнеров в обществе. Это невозможно. Я это прекрасно понимаю, что мои презентации, мои конкретные введения насчет реформ, они не будут иметь общественной поддержки даже через два месяца или через месяц, если не будут конкретные результаты зачистки самой системы, набор новых кадров или давайте найдем лучше тех людей и повысим этих людей и дадим им возможность для того, чтобы они сами поменяли ту систему. Тех энтузиастов, которых, кстати, в прокуратуре много. Я разослал письмо всем сотрудникам прокуратуры, интересно было, как они думают о будущем, о реформах и предложили им стать частью вот этого всего процесса. И очень много работников, сотрудников, в основном молодые, отпишиваются обратно. И у них очень хорошие идеи, кстати. Они очень принципиально настроены на будущее прокуратуры. Они не хотят брать дядок, они не хотят работать в гнилой системе. Они видят свое будущее и давайте вместе дадим им возможность это все сделать. Главный партнер реформ сегодня это общественность. Это не сама система. Одна ремарка за прокуратуру. Я просто профильный комитет. 143 решения суду, которые признают незаконными без деятельности прокурора сейчас Львовщины, Романа Федека, тогда он был в Днепропетровщине. Что до невнесения до реестра ведомостей про злочин и криминальные правопорушения, про противоправные закрытия криминальных проведений, про без деятельности. Мы можем говорить бесконечно. Ни одной эфир с Львовкой Шустера не будет, наверное, нам его не хватит, чтобы говорить и перечислить все проблемы прокуратуры сегодня. Давайте начнем процесс. Запустим сам процесс и будем собираться несколько раз в месяц. Я готов презентовать общественности тот прогресс, который мы будем уже ощущать в прокуратуре. Андрей Мохник, Давид, абсолютно погоджусь, что нужно повертать доверие. Но ситуация, например, с затриманием Бочковского. Как эта доверия должна быть, если в прямом эфире влаштовывается шоу, а тут же прокуратура говорит, что недостаточно собрано данных и откликает кропотание про то, чтобы санкцию использовать в виде арешта. Я не до вас обратился. Я обратился к прокурору. Сейчас, 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 подождите. Андрей Мохник, Давид ответит, потом вы. Еще раз возвращаемся к системной проблеме. Доверяем следствию или не доверяем реально? Вот вопрос санкций. Там есть определенные проблемы, конечно же, и руководство прокуратуры этим недовольны. Наверное, надо быть сумасшедшим, чтобы быть довольным тому результату и той огласки негативной, которая сейчас существует в Европе в отношении к Украине, к таким делам, к таким санкциям. Но надо это исправлять. Надо уже с сегодняшнего дня это начинать. Внедрять современные методы расследования. Кстати, у нас были разговоры у меня лично с представителями международных, представителями, экспертами из ФБР, с британской службы, НСЕ, так называется, National Crime Agency. Финские эксперты, эксперты с Гонконга, они готовы подключиться уже к конкретным следственным группам и вместе с ними работать над такими делами. Это, в первую очередь, незаконная легализация денег, коррупционные дела, отмывание так называемых денег и так далее. Очень важно использовать тот энтузиазм, который сегодня у доноров и международных организаций помочь в Украине. Такого энтузиазма, честно говоря, в Грузии не было. Чтобы ко мне приходил человек от ФБР или британец и говорил, давайте подключайте меня к следственной группе, я готов вместе с ними 2-4 часа работать и брать, и делиться соответственностью, такого у нас не было. Так давайте используем их ресурсы, их связи и современные методы расследования, чтобы эти дела довести до конца. А то мы бесконечно будем говорить, что во время прежнего прокурора там кто-то что-то слил, продал и так далее. Накажем, накажем тех, которые в этом провинились. Я сторонник того, кто... Люди действительно воспринимали это очень хорошо, но после этих сообщений о том, что прокуратура это сделала, почему такое неузгоджение? Почему? Каждый тягнет пиар на себя, то есть МВС тягнет на себя, прокуратура на себя, и, наконец, может страдать с правой. Ну давайте, начнем с чего-то. Начнем менять систему, чтобы вот такие вопросы, таких претензий и проблем было на следующем эфире уже было меньше. Давид, извините, кто будет вот у прокуратуры в связи с новым законом нет следствия, правильно? Она лишена следствия, там общего надзора и так далее. Кто будет в Украине производить расследование уголовных дел, например, ну там службовцы первой, второй, третьей категории. Ну, например, державный службовец первой, другой категории задушил другого державного службовца. Как раз в Верховной Раде рассматривается закон о Национальном бюро расследований. Оно создается, я надеюсь, что за создание этого бюро возьмутся профессионалы, люди, которым доверяют общественно, чтобы мы не получили в других правоохранительных органах какую-то аналогию, например, или у БОПа, или тех людей, которых будут увольнять из прокуратуры, и они не собрались там, чтобы там все было правильно разложено, чтобы туда попадали правильные люди. Создается два главных следственных органа по должностным преступлениям. Это будет Национальное бюро по расследованиям и Антикоррупционное бюро. И мы сделаем все возможное, чтобы Антикоррупционная прокуратура как можно быстро сформировалась и заработала. Спасибо. То есть Национальное бюро расследований. Все понятно. Государство. Это по бажанию. Это по бажанию, скорее, по правоохранительным органам. Дивите, я думаю, что арешты в прямом эфире – это хорошая практика, и это чудовый сигнал державным службовцам, чиновникам, которые сегодня причетны к коррупции, чтобы они прекратили красить. Они должны, на самом деле, бояться. Но то, что происходит сегодня, через день после этого, это очень сутливо подрывает доверие снова к правоохранительным органам. Не должно быть такого, чтобы в прокуратуре не было достатных доказов после вчерашних затриманий и после вчерашних арештов. Я так понимаю, что вчерашняя ситуация с затриманием в прямом эфире, она была связана с попыткой, по-моему, мировой. Закрома, перебити скандал с Коломойским, его отставку и так далее. Потому что вчера, когда про это узнали, начали, насправді, говорили очень много про то, что происходило на заседании уряда. Но еще раз скажу, не должны мы делать так, чтобы арешты в прямом эфире завершились ось подобными речами, как сегодня. Для нас очень важно сегодня, чтобы каждый случай, каждый без исключения, каждый арешт мав свое логическое завершение. А це означает, что в прокуратуре, якщо уже пришли до арештів, має бути завжди достатньо доказів. У нас огромный... Я просто прошу прощения третий раз за этот вопрос Давиду, и я позволю себе ответить. У нас огромный прогресс. Сидел государственный чиновник на уровне министра, на заседании Кабмина, на глазах всей страны он арестован. Даже если его вы сегодня отпустили, он ходит с браслетом на ноге. С браслетом на ноге ходит. Он не ходит на работу, он не сидит министром. Даже если он вышел с браслетом на ноге, это не есть катастрофа. Вам же не говорят люди, что человек, который виновный, а его же вина не доказали. И что не встречается с приводу КООО? Мы хотя бы один раз такое видели. Вот эти кадры надо показывать с утра до ночи. Как его арестовывают, одевают, за ручки. Давид, вы, наверное, понимаете, да? Вот казалось бы, эти депутаты в одной коалиции. Но у них есть свое видение борьбы с коррупцией. И очень важно, чтобы вот эти законопроекты не просто эти депутаты проголосовали, а еще и прочитали перед голосованием. Потому что поэтому право применения этих законов очень важно. Чтобы потом не появилось таких иллюзий. Я, например, аплодировал. Вот тому, что произошло в Кабмине, мне очень нравится. Мне очень нравится. И не важно, чем это закончится. Потому что началось. Второе, 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 второе. Подождите, подождите, подождите. Чем закончится? Я помню, когда судьи во время Евромайдана пачками выносили решение по активистам. Всех сажали. Всех. Под кальку. Автомайдан. Всех сажали. Потому что была вказивка. Сейчас судье представила прокуратуру доказательства. Мы не знаем, как они представляли, что представляли. Суды говорят, мы не готовы сейчас их задержать. Это мнение судьи. Да? Мы же все-таки говорим, что судья что-то должен делать. Но, если этот судья потом в процессе выяснится, что он взял взятку за это решение, их не арестовать. Потому что это только первый шаг сейчас процессуальный идет. Дальше будет второй, третий шаг. Потом будет сам судебный процесс. Там будет еще сторона защиты. Они выйдут и скажут, слушайте, мы никогда не были в этой стране, на этих Багамских островах. Мы никогда не ставили свою подпись. Эти карточки кто-то сделал. Вообще там денег никаких нет. Мы вообще ничего не знаем. Что делать тогда судье? Вот скажите, тогда потом, через полгода, этого судью нужно будет сажать, потому что он принял заведомо неправильное решение, поддавшись политическому давлению. Поэтому, я считаю, Аваков все правильно сделал. Был сигнал о коррупции. Наручники отделе показали всей стране, что должно происходить это в каждом городе, в каждом облсовете, городском совете, сельсовете. Это должно происходить. А посадить, наверное, удастся не все. Потому что мы сейчас о чем говорим? О качестве следствия мы говорим. О качестве того, кто будет проводить следствие. Кто будет судьями. Это общая задача. Всего нашего общества ни одного Давида. Но то, что уже началось, я аплодирую и поддерживаю. Ольга, еще есть вопросы к Давиду. Да, тут скорее предложение. В свое время это то, что продвигал очень Егор Соболев в люстрационный комитет. Он пытался это сделать в системе МВД. Назначение глав хотя бы областных управлений. Ну, я думаю, что в прокуратуре это бы тоже хорошо сработало. То есть, люди выдвигают, ну, которые подходят по определенным квалификационным качествам, там, с образованием, с определенным опытом. Они выдвигают свои кандидатуры. Все кандидатуры вывешиваются на сайте. И дальше люди, которые живут на этой территории в течение месяца, двух или трех, их публично обсуждают. Ну, я думаю, что из этих смелых людей вы, возможно, выбрали бы одного честного и, возможно, бы пятерых посадили. Потому что, ну, возьмем пример, вот прозвучавший роман «Федик». Дело в том, что когда он возглавлял прокуратуру Днепропетровской области, ну, сказать, что к нему было много вопросов, это ничего не сказать. И когда его сняли, днепропетровцы очень надеялись, что прокуратура его потеряла навсегда. Если бы, когда мы узнали, что его перевели во Львов, Днепропетровск Львову сочувствовал. Причем в соцсетях это выражалось прямым текстом. Вот действительно, львовяне, бедные вы, мы вам сочувствуем. Если бы тот, кто назначал Федика прокурором Львовской области, взял себе за труд ввести роман «Федик» в Google, возможно, его бы мнение поменялось. Потому что днепропетровские журналисты провели очень большую работу по изучению творчества Романа Федика в Днепропетровской области. Ну, что я могу сказать? С защитником той системы, которую поручили поменять и изменить, я не пригожусь в данном этапе. Я готов обсуждать с вами те шаги, на которых я беру самоответственность и та команда, которая зайдет в прокуратуру. То есть я готов найти правильных и талантливых украинцев, которые поменяют эту систему. Правильно сказано, что один я не смогу, конечно же, это сделать. Мы должны искать партнеров, мы должны искать правильных людей, дать им возможность назначаться на высокие должности и брать на себя ответственность, менять эту страну. Спасибо. Спасибо, Давид. Поблагодарить Давиду, потому что, смотрите, вот как сейчас много менеджеров из Грузии приезжает в Украину со своим опытом. И мне очень бы хотелось, чтобы по происшествию нескольких лет, да, вот уже украинцы и украинские менеджеры со своим опытом тоже приезжали в Грузию для того, чтобы поделиться, как можно реформировать новые сферы. Да, но, конечно, большая ответственность на вас. После новостей мы продолжим на телеканале 112 Украины, мы продолжим обсуждать бизнес, политика, как их разделить.